Всем привет! Начинаем путешествие по выставке РА-Арта. Находимся на Васильевском острове, практически рядом с моим домом, поэтому я часто здесь бываю, у меня абонемент. Кстати, очень недорогой. Вот побывал на выставке Лю Болина. Человек-невидимка, как его еще называют, или человек, который использует технику творческого камуфляжа. Об этой выставке много говорят, много рекламы. Вот я решил просто сходить и посмотреть, что это такое. Вот практически в своем маленьком сюжете я покажу все работы, которые представлены на выставке. Мне это очень понравилось, мне это было интересно. И надеюсь, что у того, кто посмотрит мое видео, возникнет желание прийти на выставку посмотреть. Это действительно достаточно интересно, необычно. Ну а теперь немножко поподробнее об этом художнике. Техника Болина подразумевает разрисование людей под объекты окружающей среды, как написано в интернете. Благодаря чему они сливаются с окружающей урбанистической средой и становятся совершенно невидимым глазом. Родился он в Китае в 1973 году. Получил степень бакалавра в колледже Шандона. Стал магистром. Учился в Пекине, в Академии изящных искусств. Занимался фотографиями, скульптурами, инсталляциями. Ну а позднее его работы принимали самые известные музеи Китая. Ну это было с фотографиями, то есть просто с фотоработами, скульптурами. Но больше он известен как, конечно, исчезающий человек, исчезающий художник, невидимый художник. Как его называют? На выставке представлена серия «Скрываясь в городе». Действительно, человек как-то теряется в городе. Его не замечаешь. Он исчезает среди машин, каких-то зданий, каких-то механизмов. Ну а Болин может, в общем-то, исчезнуть, где хочешь твориться. И это показывает его работы. На первый взгляд, когда мы смотрим на работы господина Болина, фотографии, может показаться, что пейзаж как пейзаж. Какие-то обычные картины. Но если присмотреться повнимательнее, на каждой фотографии можно различить контур стоящего человека. И действительно, в фигуре этого человека что-то есть тревожное, вызывающее какие-то вопросы, которые можно, в принципе, задать. А что он здесь делает? Что символизирует его присутствие? С какой целью он вписывает себя в пейзаж? Ну, каждый, видимо, осмысливает как хочет. Как говорит сам автор, выбранные места должны отсылать с ясностью к определенным символам. Будто политика, экология, культура, ну и так далее. Фонд дает самую важную информацию. Конфликт возникает, когда мое тело исчезает в этом фоне. То есть это отражение общества с моей точки зрения. Вот так написано, так говорит художник. С моей точки зрения, в современном обществе постоянно уничтожается значение человека. Несмотря на то, что условия жизни улучшаются, люди вычеркивают самих себя в быстро развивающемся потоке. Я выбираю исчезать в различных пространствах, потому что каждый имеет свое значение. Говорит Лю Булин. Ну, это действительно, наверное, так. Художник говорит, что проект призван обратить внимание, насколько люди бессильны перед окружающей средой. Он называет свои работы оптическими иллюзиями, а также считает их своеобразным политическим протестом и средством скрываться от властей в этом фоне. Как бы то ни было, большинство людей видит в творениях Болина арт-шедевры, совершенно не придавая им политические окраски. Ну, честно говоря, я тоже никакой политики-то здесь не увидел. Просто это интересной картины, где человек скрывается в окружающем его мире. Я постарался делать фотографии общего плана и более крупной, где как раз вот, когда смотришь на общий план, практически ничего не видно. А когда поближе подойдешь, оба стоит человек. Он побывал со своими арт-шоу в Европе, Азии, Америки. Серия «Скрываясь в городе» художник считает знаковой, а снимки составляют гордость его коллекции. Кстати, здесь представлена некоторая видеоподборка, как он все это делает. Очень интересно. Мне просто не было времени все это заснять на свою камеру. Действительно, это интересно, как люди разрисовывают, врисовывают фон. Просто действительно интересно. Так вот, его работы выставлены в Нью-Йорке, Париже, Брюсселе. А в настоящее время живет и работает в Пекине. Еще хочу повторить, что практически все работы, которые представлены в Ирарте, я постарался фотографировать, включить свой видеосюжет. Осталось буквально три или четыре работы, которые я не включал. Ну, вот и все. Если досмотрите, хорошо. Не досмотрите, но не досмотрите. Вообще, приходите в Ирарту. Хорошее место. Я его особо не рекламирую так. Просто оно мне нравится. И, в общем, это все. Приходите в Ирарту. Очень много выставок. Они очень интересные. Все. Пока. Всем привет. До свидания. Такой художник Люболин. Или, скрываясь в городе, художник-невидимка. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok